Срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Я продолжаю освещать тему Woodmart. Это урок 52. В этом видео посмотрим интересный виджет «Адаптивная таблица». Давайте посмотрим, где она находится. Я нахожусь в режиме редактирования через Elementor для главной страницы. И у нас здесь есть, она переведена как стол. Вот такая плитка, вот ее иконка. Я просто перетаскиваю на холст. И такие вещи, как правило, бывают. У них недостатки, что на мобильных устройствах, а это не адаптивно. В нашем случае у нас это адаптивно. Почему? Колонки не умещаются на мобильной версии экрана. Но у нас есть такие стрелочки, которые позволяют перекручивать всю таблицу, просматривать. И это очень крутая штука, да. Много где она может пригодиться. И вы можете этот виджет практически в любом месте, на любой странице вставить, даже в карточку товара, если она нужна. Как здесь все устроено? У нас есть заголовки и есть содержимое. То есть верхние линии это заголовки. У нас это вот здесь вот так и называется заголовок. Раскрываем. И здесь тип границы. По умолчанию. То есть видите, у нее даже есть название. Именно верхняя она row. А другие, видите, идет sell, sell, sell. То есть получается здесь вы можете задать, допустим, видите, верхняя именно будет с такой границей. Допустим, два пикселя. Вот видите, да. Сразу какой-то цвет задать верхней. Это может быть там пунктирная линия, там подчеркнутая, как вам больше нравится. Я ставлю просто заливка. И действие. Начать новую строку и добавить новую ячейку. Если я выбираю добавить новую ячейку, появляется здесь, видите, заголовок 4 и контент. Слово. Это, соответственно, у нас первое. Тест 2. Вот видите, меняются заголовки. Тест 3. Таким образом, вот это все у нас меняется. И есть кнопка добавить новый элемент. Иконки дублирования. И дальше мы редактируем тело. Также тело здесь есть первое. Она отличается row. Здесь у нас получается начать новую строку, начать новую ячейку. Тип границы. Тоже можно сделать. К примеру, вот так. И дальше. Контент. Вот видите, слово меняется, да? Или вы можете все демки удалить и поштучно по одной собрать. Я думаю, так будет лучше понимание. Потому что, смотрите, у нас здесь идет row. То есть, это получается верхняя колонка. Под ней идет, вот такие видите, контент, где написано sell. Контент 2. Контент 3. А потом идет row. То есть, новая колонка. И опять под ней идут строчки с контентом. Опять идет row. Колонка. И под ней идут строчки. То есть, вот такая вот таблица прикольная. Оформляйте, заполняйте ее для своего сайта. И можно ее на сайте использовать где угодно. Не забывайте, что можно настроить как-то дизайн. Там подвигать заголовки. Цвет фона. Допустим, для верхней границы задать. Цвет текста. Для верхней. Поменять. И другие настройки по дизайну. Также для тела. Выравнивание контента, да? Также задать фон. Допустим, какую-то одну ячейку, да? Покрасить. То есть, вообще полная таблица. И можно настроить, я думаю, как угодно. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить. То есть, никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok